здравствуйте друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс буквально в начале этой неделе интернет был взорван новостью которую передала агентство life's news с сосокой на другие информационные агентства о том что депутаты государственной думы рф собирается протащить закон ограничивающий выезд граждан россии за границу что можно по этому поводу сказать происходит возврат к эпохе ссср выездным визам и железный заново смеленно опускается на страну вот как не дебильный не идиотски это не звучало но такой закон вполне вероятно легко может пройти утверждение в первом чтении и даже может быть утвержден окончательно почему такое возможно давайте посмотрим уже на сегодняшний момент были приняты определенные законы ограничивающие выезд за границем людей которые служат в российской армии люди которые состоят на службе различного рода специальных учреждениях типа фсб фсо и так далее ограничен целую есть целый список организации где уже сотрудникам которых запретили выезд за границу вот так что такое вполне вероятно что касается остальных граждан я не думаю что вы будет прямо сразу жесткого так вот закрыт скорее всего постарается ввести выездные визы хотя вполне вероятно что могут и сразу границы перекрыть но понятное дело закон касается исключительно простых граждан вот сами депутаты я думаю будут также как и ездили так и ездить и это не будет также по стране сна членов их семей хотя по логике если принимать такого рода закон то он быть одинаковый для снику и в общем-то говоря хорошим надо помощь над именно членов правительства с разного рода совет федерации с госдумы и запрещать выезд не только самим депутатам там или членам правительства или там сотрудникам и аппарата правительства но и соответственно членам их семьи и родственникам так сказать чтобы в корне предотвратить утечку государственной тайны вот тогда этот закон и будет работать потому что в противном случае это получится вариант железного занавеса когда будет рекламентировано кто может выехать а кто не может и соответственно это послужит дополнительным стимулом для различного рода получения уже особо крупных взяток чтобы человек мог уехать из страны или другие разные коррупционные схемы вот те кто живет в СССР помнят ситуацию когда два целой категории людей инакомыслящих называемых открытниками те кто не пушкой и не течелом за границу выехать не могут потому что страна их не выпускала для чего принимается закон ну понятное дело что скорее всего наверху напуганы массовым бегством людей из россии ни для кого не секрет что пора валить это топовый тренд последних полугода особенно в последние месяцы ярко видно я смотрю по количеству запросов которые приходят зрители моего канала с одним и тем вопросом как можно куда-нибудь не обязательно США хоть вообще в какую-нибудь страну вот так что официальные конечно органы и службы занимаются статистикой конечно сейчас цифры будут умалчивать и не озвучивать чтобы не создавать дополнительный ажиотаж но по той информации которой я обладаю исключительно по переписке со зрителями своего канала могу сказать что сейчас уже на чемоданах сидят не только бизнесмены средней руки у которых трещит их мелкий бизнес или уже уже накрылся метантазом в дополнение хочу сказать пару слов я рекомендую настоятельно для тех кто задумывается о том с чего начать подготовку к эвакуации из россии закачать мою бесплатную книгу под названием что делать сейчас я выложил новую версию уже дополненную кстати говоря эта книга как бы она живая поэтому если вы ее прочтете и у вас есть какой-то интересный материал который вы считаете что был бы полезен и другим читателям связывается на поликронной почте я непременно материал просмотрю и включу туда соответствующие следующие апдейты этой книги хочу еще пару слов сказать по одному своему последнюю видео относительно способа получения убежища когда человек прилетает в американский аэропорт и сходу соответственно подает на политическое убежище я не бог и не медиум чтобы знать всю абсолютную информацию я снял это видео исключительно чтобы просто озвучить что есть вот такой вот путь я не юрист я не могу давать официальной консультации но но задача этого видео было как раз поднять дискуссию среди моих зрителей и сделать общественным достоянием те небольшие крови информации о тех уже случаях которые реально были то есть жизни ситуации живых людей которые через это прошли с тем что те люди которые задумываются о таком пути этой информации располагали еще раз говорю я простой блогер который просто является связующим звеном между огромной лавиной информации и соответственно зрителям которых информацию ищет и я могу только найти те или иные небольшие крупные пинкеты этой информации и просто их озвучить иногда со своими комментариями иногда без своих комментариев но вы сами смотрите и делайте выводы насколько информация вам полезно насколько информация это не полезно заниматься критикой меня потому что только информацию выложил я думаю что это глупое занятие наоборот чем больше будет информация тем больше будет выбор и будет понятно что делать в каком направлении работать вот хорошего сегодня и удачи ребята удачи Субтитры подогнал «Симон»